Привет! Меня зовут Ника, спасибо, что заглянули на мой канал, и сегодня у меня для вас долгожданная, потрясающая распаковка 13-го меня альбома Twice with Use, и я в огромном предвкушении, тут очень-очень много всего у нас, да, альбомы Twice и так всегда распаковывать весело, в этот раз JYP сделал у нас чуть больше версий, и так как камбэка не было давно, я очень соскучилась по девочкам, то я купила много всего, у нас есть три обычных, фото-бучные наши версии, три диджипака, три немо-версии, куча-куча всякого предзаказного наполнения, будем сегодня на все это смотреть, распаковывать, я думаю, будет достаточно большое и насыщенное видео, поэтому давайте приступать без лишних слов, начнем, я думаю, давайте сначала я покажу вам фриби быстренько, которые мне положили магазины Джума, в основном, по-моему, Record Planet, я все брала, ну, в общем, да, мне положили вот такую милашную открыточку, так, фокус у меня сегодня, ага, и тоже вот такие вот неофициальные карточки, Ци Юй, Ци Хё, Мина, Момо и Чи Ён, да, это что касается неофициального стаффа, также у меня есть к фото-букам предзаказный картет Soundwave, Soundwave и к немо-версиям предзаказной карты от JYP Shop, но, да, пойдем по очереди, начнем с фото-буков. Итак, фото-бучных версий у нас в этот раз три, Forever, Glowing и Blast, и, да, к ним, как всегда, идут предзаказные пакетики от JYP с сетом карт, и, помимо этого, я также взяла их с предзаказными картами от Soundwave, я видела только первую, когда открывала коробку, поэтому, да, я ставила их в пакетики, чтобы сохранить немножко интриги, но, да, давайте начнем с той, что я видела, и это просто милейшая карта Чу Ньон, что я видела в своей жизни, очень мне понравились вообще в эту эру красивые предзаказки, много красивых карт, но я не собираю предзаказки для TWICE и буду стараться держаться в дальнейшем, да, но первая у нас вот такая прелестная Чу Ньон, которая у нас в образе из клипа, насколько я понимаю, и, да, очень-очень мило. Так, дальше у нас Momo, тоже очень красивая карта в очках, просто потрясающая, мне особенно, конечно, нравятся те карты, что у нас не в образах из фотобучных версий, в других, и, да, эти карты как раз такие. И третья Чу Ньон, о, тоже какая красивая карта, мне очень нравится, да, мне очень нравятся все три выпавшие, вот так у нас выглядят задники, и, да, вот такие красотки мне попались. Так, касаемо самих фотобуков, давайте я сниму пленочку и покажу их поближе, потому что они коннектятся, да, покажу сразу, а потом уже перейдем смотреть их по очереди. Вот так у нас красиво выглядят фотобуки, мне очень, на самом деле, нравятся. Немного, конечно, обложка Blast-версии такая интересная, необычная, но, да, в любом случае мне очень нравится, и то, что я хотела показать, если мы их перевернем, то они коннектятся сзади, и образует у нас eternally hoping we can stay where we'll keep sparkling beautifully, да, то есть пожелание навсегда быть вместе и сиять прекрасно. В общем, в принципе, мне кажется, это так цитата отражает весь наш камбэк и послание twice в этом камбэке, но, да, давайте начинать с первой версии, это у нас forever. Forever-версия, наверное, моя любимая, у нас очень красиво переливается наименование, такая soft-touch обложка, на обложке, наконец-то, сами девочки, я этому очень рада, и вот такой потрясающий задник, концепт на природе, очень шикарный, и к нему идут не менее шикарный сет предзаказных карточек, такой у нас конвертик, давайте их посмотрим. Они, как обычно, у twice очень милые, я, да, очень люблю вот подобного типа карты, то есть они сфотканы отдельно, это не какие-то вырезки из концептов, но это не селфи при этом, и, да, они отличаются от альбомок, здесь лучше видны их образы. Я поклонник подобных карт, именно в плане предзаказных сетов, мне очень-очень нравится подобный формат, и они очень все милые, и особенно я люблю, когда они делают селфи-групповую карту, очень красиво. И вот так выглядят заднички, да. Что прекрасно, нам в этот раз не нужно доставать вложения, потому что они все у нас и так прекрасно защищены в конвертике. И здесь у нас еще одна цитата. Ах, навсегда здесь, если ты со мной. Ах, как это прекрасно. Да, мне кажется, что этот камбэк поистине такой очень теплый для twice, и как никогда посвящен once, как никогда они старались донести до нас свою любовь, теплоту, и желание оставаться вместе долгие-долгие годы. И это, конечно, потрясающий, просто потрясающий концепт, мой любимейший. Во-первых, что мне нравится, я обожаю, когда twice используют цвета мембарок, и в данном концепте они его используют, у нас каждая держит флаг своего цвета. Это просто потрясающе. Их образы очень красивые, локация шикарная. Когда нам показали эти тизер-фото, они были первые. Я очень боялась, что это тизеры к I Got You, и их не будет по факту в фотобуках. Они будут, например, в диджипеках, как это было в прошлый раз, когда диджипеки были в концепте Moonlight Sunrise. Но я очень благодарна, что у нас есть полноценные эти фотографии. И этот фотобук, это одна из красивейших версий, которые twice, мне кажется, делали когда-либо. И мои топ-2 на Yohan и Dehion вместе в Unity. Это очень классно. Да, наверное, я не знаю даже... Давайте в этом фотобуке тогда остановимся на формате альбомов, потому что он мне очень нравится. Альбомы достаточно компактные, но при этом фотобук толстенький, фотобук очень красиво оформленный, все вложения грамотно оформленные. Он отличается, наконец-то, по своему дизайну от того, что у нас было в эру Between One and Two и Ready to Be. Мне нравится то, что обложки с мемборками более интересные. Мы ушли от такого минимализма, что был в предыдущей пару эр. В принципе, я должна сказать, наверное, что мы год ждали камбэк. Да, у нас был и Solo Jihio, но именно полноценный камбэк twice как группы. И у нас были Mi Samo, конечно же. Мы ждали год. И за это время я как-то чуть-чуть не стала казаться, что я остываю, потому что, наверное, Ready to Be для меня музыкально понравился как альбом, но именно визуально не оставил каких-то сильных впечатлений. Обычно для меня распаковка альбомов Twice — это огромный праздник, потому что у них очень красивые фотобуки, красивые концепты. Я очень люблю девочек, и то, сколько они дают картона — это всегда супер весело. Но Ready to Be мне, наверное, не запал в душу ни один из концептов очень сильно. Дизайн альбома был очень простенький, повторял битвин. Все вложения, по сути, повторяли тоже по своей сути битвин. И при этом карты были не самые далеко мои любимые. Плюс нам еще и клали... По сути, не было рандома, нам клали просто сет из пяти карт-мемберок в альбомы. Поэтому, в общем, все веселье они для меня убили. И я как-то немного не получила того заряда эндорфинов, на которые рассчитывала. Поэтому я очень ждала этот камбэк и надеялась, что все будет иначе, и все иначе. Мне очень все нравится, на мой взгляд. Альбомы шикарные, вложения шикарные, карты. В общем, все прекрасно в эту эру. Чуть-чуть у меня отклеивается, правда, фотобук, но я не думаю, что он развалится. Я думаю, что это достаточно неплохая конструкция в плане надежности. Вот такой потрясающе красивый у нас диск. И все вложения. У нас в конвертике, который спрятан вот здесь. Да, у нас второй форзет с трек-листом получается. Здесь у нас три песни и в начале три песни. Ну да, о песнях поговорим чуть-чуть попозже. У нас с вами еще восемь версий впереди. Давайте смотреть вложения. Да, я не сказала. Для TWICE я собираю моих топ-3. Это Nayeon, Dahion, Sana. Она в порядке, Dahion, Nayeon, Sana, Dahion, моя ульт-биаска. И также я очень хочу, как и, наверное, все и каждый, собрать сет OT9 с шапочками из Forever версии. Так что, да, очень хочу карты с шапочками. Один, наверное, будет из моих новых любимых сетов TWICE. Я в восторге. Так, давайте попробуем, наверное, все сразу достать. И аккуратно это все. Так, карты, мне кажется, не все достались. Там, конечно, подписи на картах. Но что поделать. Их очень сложно не спалить. Так, да, я все достала из конвертика. Так, карты, мне кажется, лежат. Да. Сложно, сложно. Так, окей. Я отложила карты. Давайте начнем вот с этой штучки. Потому что ее вообще невозможно не спалить. Это такая полупрозрачная рамочка. И мне бы было джихио. Не знаю. Я как-то равнодушна к подобным вложениям. Но в целом что-то новенькое. У нас она заменяет месседж-карту, скажем так. Я не против. Дальше у нас есть стикеры. И вот тут я очень счастлива, что Твай сделали стикеры именно с самими девочками. Мне такой вариант нравится очень и очень сильно. И они, да, красивые. Я буду рада иметь их. Что мне не понравилось, это то, что вот эти штучки сделали рандомные. Мне выпало в соответствии с версией. Но вообще они рандомные. У нас есть их три по концептам. И вместо того, чтобы просто положить в каждом концепте свою, почему-то Джу пришел сделать рандом. Я очень надеюсь, что у меня выпадет три разные, но уверенности нет. Но в любом случае, наверное, это моя любимая. Так что я счастлива, что она у меня есть. И плакатик тоже такое классическое достаточно вложение. Ой, мне выпало на йон. Очень красиво. И сзади у нас благодарности. Такие небольшие послания от каждой из девочек. Да, и они очень приятные, матовые. Мне нравится размер вот этих плакатиков. Я их часто вешаю. Красивое вложение. И да, я очень рада на йон. Давайте вот здесь оставим плакатик. И будем смотреть карты. Да, наверное, одно из немногих, помимо рандомных вот этих штучек, на что я могу пожаловаться, это скучные задники. Какой-то невыразительный цвет, черный и, в общем, такой темно-темно-темно-коричневый. В общем, да. Ну, давайте смотреть первую. И это... Тянян. Да, карты... У нас пять карт, пять рандомок. И они, как всегда, абсолютно полностью перемешаны. Не соответствуют версии. Мне это нравится. В общем-то, в Твайс может выпасть любой концепт. Могут, конечно, быть повторки. Очень надеемся, что их не будет. Карты в этот раз просто шикарные. Давайте смотреть вторую. Момо! Глоуин версия Момо. Какая классная карта. Эх, Момо. Я подозреваю, что у меня будет выпадать очень много Момо сегодня, потому что я до этой эры собирала именно ее, но я решила все-таки заменить ее на Сану, потому что мой топ-3 просто изменился со временем. Так бывает. Поэтому я думаю, Момо придет сегодня ко мне. Да. Третья карта. О, Сана! А вот и Сана, ладно. Какая красивая карта. Да, мне еще очень нравятся образы Саны в эту эру. Это было для меня последним решающим фактором. Мне очень понравились ее карты. Я решила, что все-таки, да, хотела бы ее собирать. Так, дальше. Дахен. Ура! Ура, ура! Дахен обычно неплохо мне выпадает. Я очень ей рада. Так, ни одной карты пока только в шапочках. Я видела пару распаковок, и там просто всем выпадали по три карты с шапочками на альбом. Где мои карты с шапочками? Давайте. Ура! Вот хотя бы одна. Чайон. Да, здесь я хочу всех собрать девочек. И, да, вот такая у нас мелочная карта у Тиони. Да, и у всех версий одинаковые задники. В общем, я не знаю, задники мне не нравятся. В остальном карты просто прекрасные. Все. У нас получается два сета Форева версии. Вот такой просто селфи и селфи в шапочках. Два сета в Бласт версии. Они очень-очень похожи между собой. И один сет Глоуинг версии. Да, мне, в общем-то, выпало полное разнообразие концептов, что здорово. Давайте переходить ко второй версии. Вторая версия у нас Глоуинг. И это такая темная версия у нас в отеле. Судя по всему, такая автопати-вечеринка. Да, давайте также начнем с предзаказного конвертика. Такие небольшие тизеры к фотобуку. Очень красивые тоже образы. Так, не слиплись. Очень слиплись. Потрясающие просто эти фото на фоне ночного города. Мне такое очень-очень нравится. Хотя сейчас у нас будет одно маленькое исключение. Ах, супер милая карта Джихо. Так, где наши исключения? Да, вот, Мина, которой нужно выписать штраф за фотки днем. И наша групповая карта. Какие они классные тут. Да, и давайте смотреть на сам фото-бук. У нас здесь цитаты, получается. Они такие, они как бы подходят к альбому, но при этом они включают в себя название версий. То есть показывают, как все связано. Glowing so bright, our fantasies become a promise. Как это мило. Очень мило. Да, в принципе, мне кажется, это такой уже паттерн. У TWICE последние несколько камбэков, они делают три версии по принципу одна на улице, одна темная, одна яркая, милашная. В этот раз, да, у нас Forever, потрясающая версия, представляет на улице, на природе. А это такая вариация на темную версию. При этом они всегда очень разные, но вот такой паттерн заметить можно. И это один из самых, наверное, удачных примеров темной версии для меня. И мне кажется, она наиболее подходит именно нашему камбэку. Если первая версия больше отражает I got you, то вот это вот чисто One Spark. Это именно такой лакшери концепт. Очень-очень красивый и подходящий клип. У нас там тоже было много золота, похожие образы, если не прямо такие. И да, все прекрасно сочетается. В принципе, если говорить о самом камбэке, то он мне очень сильно понравился. Он вдохнул в меня просто какую-то вторую любовь к группе. Я абсолютно опять в своих чувствах к Твайс, очень сильных и в полном восторге. Мне очень нравится этот образ Саны, кстати, да. Просто шикарно. У нее тут еще пирсинг. И, мне кажется, очень красивый макияж, прядочки, платье, майка. В общем, да, мне очень нравится. И получается, у нас был изначально предрелизный сингл I got you. Мне он безумно понравился. И сама песня, и клип на корабле, на природе, на море. Это очень красиво. Значение и звучание песни потрясающее, как я уже сказала, наверное. Это такая эра, где Твайс говорят о том, что мы всегда будем вместе. И то, как мы сцены друг для друга. Очень много теплых эмоций я получаю от прослушивания альбома. И, опять же, это, наверное, впервые с Formula of Love, когда я слушаю весь альбом. И я даже не могу сказать, какой мой любимый бисайд. Потому что они все шикарные. Мне нравятся. И как I got you, и One Spark, как заглавка. Хотя, когда я первый раз посмотрела клип, мне показалось, что мне очень нравится клип. Но я не поняла, нравится ли мне песня. Клип был настолько красивый и шикарный, что как-то немножко приглушал для меня песню. Но нет, мне все-таки очень песня нравится. Я не уверена, что мне нравится эта прическа на дохен. Она выглядит забавно. Но это что-то новое и интересное, по крайней мере. Да. Со временем я расслушала One Spark очень сильно. И я так до сих пор и не могу выделить любимые бисайды. Мне кажется, это очень целостный такой альбом. Ровный, сильно ровный. Когда каждую песню слушаешь, и думаешь, о, ну вот эта песня шикарная. И следующая шикарная. You Get Me тоже очень такая теплая, классная. И мне нравится, что у нас начинается альбом с I Got You, а заканчивается You Get Me. Опять же, создает целостность. Я люблю, когда альбом представляет собой целостное произведение. И его интересно слушать от начала до конца. Это прекрасно. Твои прекрасно постарались. Их возвращение год спустя было не зря. Они подготовили нам шикарное альбом. И диски. Посмотрите, какие шикарные диски. Это одни тоже из самых красивых дисков в моей коллекции. И идеи с конвертиком не перестану хвалить дизайнеров. Я очень люблю, когда все убирают в конвертик. Так, мне выпала другая вот эта штучка. Но видите, здесь она не совпадает. Мне выпала Blast-версия в Glowing альбоме. Они очень милые. Я бы хотела все три. Ну, посмотрим. Может быть, мне повезет. Мне идет еще один альбом. Да, у меня будет еще одна копия. Я заказала в этом году. Я смогла заказать подписанный, да, из американского магазина с автографом. Но он рандомный. Но, наверное, будет в шопе подбор. В общем, не знаю. Я уже оплатила доставку до РФ. Но пока подбора не было. Очень жду. Так, дальше. У нас Мина. Мина. Не знаю, в какой стороне лучше видно. Да, ну вот такая у нас Мина. Стикеры, опять же, они отличаются по концептам. В общем, стикерами я прямо довольна. Прекрасная работа над стикерами. И плакатик. О, Джихё! Она так шикарно выглядит в эту эру. Я в восторге. И ее сольный альбом. Я до сих пор его слушаю с огромным удовольствием. Такая прекрасная работа. Да. Шикарная Джихё. Мне интересно. У нас были слухи о сольном альбоме Момо. Но последнее я видела, что два стезерили альбом Чонён. В общем, мне очень интересно. Я думаю, что в 24-м году у нас будет ждать чьё-нибудь соло. Мне очень интересно, чьё. Я буду готова поддерживать абсолютно любое. Да. Так, первую карту я уже вижу. Это Дахён. И это другая Дахён. Ура-ура! Это у нас Фарева версия. Очень милая карта. Да. Мне опять нравятся так карты Дахён. Я вообще обожаю ее карты. Они у нее всегда классные. Так, дальше. Вторая. Сана! Мне прошлую эру Сана выпало просто... Мне выпали абсолютно все ее карты. Просто шикарно. Я боялась, что теперь, когда я ее собираю, может быть, она начнет меня игнорить. Но нет. Меня продолжает игнорить Найон. Она всегда мне хорошо выпадала. Но в Рэдди Туби что-то случилось, и мне не выпало ни одной Найон. И сегодня пока тоже. Найон, пожалуйста, приходи домой. Мина! У Мины тоже такие красивые карты. Всегда. Всегда восхищаюсь ее картами. И да, она очень классная здесь. Так. Только ее плохо видно. Давайте вот так. Четвертая карта. Циюй. Ух ты, какая красивая тоже. У нее выпадает довольно много карт в Глоунг-версии. Ах, как прелестно! Once I got you. И последняя. Джихио. Карты из Бласт-версии тоже такие красивые. Все красивые. В эту эру я завидую тем, кто собирает от И9. Так. Но ни одной карты в шапочке, кстати. Это плохо. Я боюсь, что их будут оверить. И на них будет сложно меняться. Но посмотрим. Может быть, я зря переживаю. И третья версия. У нас Бласт. Тут у нас, да, вот такая вот горизонтальная обложка. И с девочками очень вдалеке. Но интересное решение. Да, обсудим эту версию. Я не уверена, что она мне очень сильно нравится. Ну, да. Так. Наш последний пакетик с сетом карт. Вот карты из этой версии мне очень нравятся. И вот этот сет очень красивый. Они тут все делают милашные позы. Да. И саны с косичками. Очень мило выглядит. Джихио. Мина. Дайонни. А, Чиен тоже с косичками. Очень красиво. Так. И Ци. Давай. Да. И наша групповая карточка. Очень милая. Да. Это наш такой вариант яркой версии. И она действительно очень яркая. Hitting up like everlasting blast. Да. Здесь у нас тоже цитата. О версии. Я вообще сама по себе небольшой фанат оранжевого цвета. Но я должна признать, что вот это сочетание оттенков очень красивое. И то, что они в белых таких достаточно простых нарядах, смотрится стильно. Но я, конечно, я ждала, это была последняя представленная версия из трех фотобучных. Я ждала чего-то такого прям милашных twice. Что-то интересное, может быть, в помещении, с какими-то классными, может быть, предметами. Да. Поэтому мне кажется, это немного скучно и повторяет в какой-то степени первый концепт ready to be. Ну, а девочки красивые. Девочки, как всегда, красивые. Мне очень нравится. Эта прическа добавляет какой-то такой ретро-красоты Ци Юэна. Выглядит как Одри Хэбберн. Немножко. Не знаю. Очень-очень ей подходит эта причесочка. Мне нравится. Да. Красивая версия. Некоторые фотографии очень удачные. Вот это прямо классно. На ее он смотрится. Да. Да. Но, не знаю. На мой взгляд, из всех трех эта версия, наверное, наименее интересная. Но мне нравится также крой нарядов. То, что это не просто какие-то белые платья. У каждой они очень индивидуальные и интересные. То есть у Дахёна это вообще сверху больше похоже на рубашку. Потом какой-то шлейф. Интересно. У Джихё очень красивое платье. Да. Кажется, что ей так оно подходит. Это очень красивое на нем смотрится. О чем я еще не поговорила. О том, наверное, что Твайс ходили на Киллинг Войс. И это было легендарно. Я с таким восторгом смотрела. И, в принципе, они как-то вот в этом камбэке очень так смотрят такое ощущение, что назад у нас на первом самых выступлении на имнете в начале была такая небольшая история всех их клипов из дебюта. И, опять же, на Киллинг Войс они нам пели всю свою дискографию, тоже начиная с лайк Уа-Уа. И, да, мне кажется, это такой очень альбом важный для девочек и показывающий, чего они достигли, какой огромный путь они прошли. И это очень здорово. Я рада, что Твайс продолжает радовать нас своей музыкой спустя столько уже лет. Это потрясающе. И мне очень нравится Сана с косичками. У нее очень красивые тоже карты в этой версии. Так, мы дошли до конца. Да. Я, наверное, поговорила обо всем, о чем хотела. Дальше уже будем смотреть маленькие версии и наслаждаться картоночками. Вот такой у нас последний диск. Так, и вложение. Нам нужна на Йон, и нам нужны карты в шапках. Да. Мой заказ такой. Но я всегда, на самом деле, рада абсолютно всему, что мне попадает в альбомах Твайс. И всем девочкам. Я очень люблю меняться на Твайс. Да, мне кажется, что Ванс очень-очень классный в этом плане. И после каждого камбэка я с огромным удовольствием обмениваюсь со всеми. И это очень весело. Все всегда так красиво упаковывают карты. Да, это отдельное удовольствие. Так. Ура! Вы посмотрите на мое везение. Мне выпала третья рамочка. Я очень рада. Я даже не рассчитывала. Классно! Нам выпали три разные закладочки в трех разных альбомах. Супер! Просто супер! Вот такие у нас красивые стикеры. Да, также если вы на фоне слышите какие-то кряхтения, сопения, хождения, храпения собак... Я прошу прощения, собаки у меня есть. И, к сожалению, они не всегда сидят бесшумно. Плакатик. Ци-юй! Какой у нее красивый флаг! Очень красиво синий смотрится. Да, и нам тоже выпало три разных. Так, задники у всех одинаковые. Что здорово! Очень красиво! Кстати, да, вот здесь нам Найон выпало. Это единственное Найон, что сегодня порадовало меня. Так, прозрачная карта. Сана. Сана. Такое красивое. Так, и карты. Наши последние карты. И сверху опять лежит Дахён. О, ура! Мне выпало три разные карты Дахён из трех разных концептов. Не выпала только ее шапочка и ее вторая карта из Бласт. Но классно. Кстати, карта милашная. Вот эта. Хоть я и не фанат ее прически, но карта прям милашная. Спасибо Дахёне. Она всегда меня радует. Вторая карта. Ой, повторка. Ну вот, ци-юй, ци-юй, повторка. Ну ладно, ничего страшного. Дальше у нас Чонён. Чонён, но это не шапочка. Почему мне так не везет на шапочке? Ну вот. Хоть еще одну бы шапочку. Так, следующее. Мамо. Мамо. Такая красивая. И последняя наша карта. Пожалуйста, будь шапочкой. Ладно, это хотя бы на Йон. Ура-ура, мне выпало на Йон. Но на три альбома мне выпала одна карта с шапочками. Я боюсь, это будет трагедия. Но ничего страшного. Я попробую, попробую на них обменяться. Да, в любом случае, все карты такие красивые. Я очень рада всем своим выпадениям. И у нас всего один дубль. Это неплохо. Дальше давайте перейдем к диджипекам. И также у меня есть предзаказные пакетики. Но их, наверное, не знаю, посмотрим сразу или потом. Давайте потом посмотрим. Давайте сначала сами диджипеки посмотрим. Да, я взяла своих топ-3. На Йон, Сан и Дахён. Сначала я думала взять только на Йон и Дахён. Но, не знаю, это очень красивый концепт. Мне он очень понравился. Мне понравились обложки. И у Саны красивые. Я в итоге решила взять три. Подумала, что их собирать будет проще. И они красивые. Они, кстати, коннектятся. Но это будет непонятно на трех. Но они коннектятся вот здесь, на корешке. То есть, если собрать все девять, будет with you. Будет красиво очень смотреться на полочке. Но девять это уже слишком. Я не потянула. Ну да, концепты очень красивые. Обложки с вот этими шарами, свечами. И они такие приятные, кстати, на ощупь. Очень необычная для диджипеков текстура. И тоже такой... Вот тоже он такой желто-оранжевый. Но такая приятная цветовая гамма. И голографический эффект. Очень красиво. Вот так он открывается. Здесь, я так понимаю, диск. Диск у нас одинаковый явно для всех диджипеков. Так. И небольшой у нас должен быть фотобук. А, и плакатик еще. Плакатик общий, по-моему, да. Плакатик тоже у нас везде будет одинаковый. Вот такой красивый. Но вы посмотрите на их наряды. Они такие классные, интересные. У всех тоже очень разные. Но они все такие похожи на огонь. Классно. Классно. Так, карта. Нужно найти карту. Отлично. И давайте посмотрим на фотографии на Йон. У нее, конечно, такое короткое-короткое платье. Но красивое. И да, я очень люблю концепты, связанные с игрой света. Поэтому это просто попадание в мои любимые концепты. Не так много фотографий, конечно. Я бы не отказалась, если честно, от полноценного тоже фотобука. Вот в этих образах. Но что имеем. Так, из рандома у нас кругляшок. Стикер это, наверное, да? Мне мой платье. Карта, которая идет внутри. Селфи обычная. Мама. Мама. Остановись. Такая тоже красивая карта. Да, и в пакетике у нас идет предзаказная вторая карта и мини-открыточка. Давайте оставим наши пулы вот тут с краешку, чтобы отслеживать. И дальше у нас сана. У нее тоже обложечка с шаром. Да, диск такой же, плакатик такой же. Давайте доставать только фотобук. Хорошо, что кружочек закрывает подпись. Уже второй раз. И фото со свечами. Это просто шикарно. Мне очень нравится. Так красиво. Вот это потрясающая фотография. Да, я не жалею, что решила взять еще и версию саны. Но, в принципе, в этом камбэке у меня еще больше меня брейкерит. Хотя куда уж больше сана. Так, кругляшочек у нас. Мина. Мина со свечой. Так, и карта... Чанян. Чанян, мне кажется, тоже сегодня меня любит. Очень много чанян. Тоже красивая. Очень красивая. Мне так нравится ее карта. Потрясающе. И последний наш джипег. Да Хён. У нее обложечка со свечой. Тоже очень красивая. Да, задники одинаковые. Ой, карта выбегает. Сзади, кстати, я не знаю, показывала я. Вот так вот летят у нас фотобучки. Все маленькие. И... Потрясающие фотографии. Да Хёння. Ну, вот эти, конечно, развороты. Могли бы побольше фотографий Да Хёння сделать. Да, очень красиво. Наверное, если бы я выбирала любимую песню, это была бы из бисайдов. Именно если мы не берем I Got You и One Spark. Потому что если мы берем все-все, то моя любимая I Got You. Но если выбирать именно бисайды, это была бы либо Bloom, либо New New. Мне, наверное, не больше всего понравились. Хотя, как я уже сказала, выбирать тут очень сложно. Слишком хороший альбом. Кругляшочек. Ци Юй. Так, ну хорошо, что три разных. И карта... Карта, которая сама переворачивается. И это Да Хёння. Ах. Красотка. Очень красивая. Так, отлично. И давайте посмотрим пакетики предзаказные. Да, там должна быть мини-открыточка. Ой. И еще одна карточка. Так, один. Ой. Они так рвутся, конечно. Ну ладно. В принципе... В принципе, я вряд ли буду их себе оставлять. Поэтому, раз уж они так рвутся. Один оставлю, самый приличный. Видимо, первый у нас будет самый приличный. Ладно. Ничего страшного. Так, давайте начнем с первого. И открыточка у нас на Йоан. В больших вложениях на Йоан меня сегодня радует. Какая красивая. Так. На Йоани. И карта... Сет на Йоан. Причем, возможно, к диджипеку на Йоан у меня достался сет на Йоан. Как классно. Эти карты не селфи, но они очень милашные. Они мне тоже очень нравятся. Да. Так. Дальше. Давайте смотреть второй сет. Открыточка. Йоан. Как шикарно. Мой Биаслайн решил посетить меня в открыточках. Интересно, будет ли здесь у нас Йоан? Нет, здесь у нас Ча-Ниан. Мы собрали сет Ча-Ниан из диджипеков. Диджипеков. Так. И будет ли здесь Сана? Да. Ничего себе. Топ-3 в открыточках собрался. И карта. И еще одна Ча-Ниан. Так. Ладно. Это интересно. Мне прямо нравится. Я обожаю распаковывать альбомы Твайс всегда. Это так интересно. И у нас еще остались Немо-версии. Да. У нас три Немо-версии. По нашим основным версиям. То есть Blast Glowing Forever. И я брала их с предзаказками от Джупа. Мне почему-то пришло 4 конвертика. И в одном что-то болтыхается. Я не знаю, что это. Но давайте смотреть. Я не помню, чтобы Джуп давал что-то дополнительное. Это, наверное, от продавца. Я не знаю. Но мне положили до Хион. И мне очень нравится этот ее образ. И именно в нем предзаказка от Джуп Шопа. Я бы ее очень хотела. Хоть я не собираю предзаказки. Но вот эту до Хион я бы очень хотела. Надеюсь, давайте манифестить. Манифестить до Хион. Так. Давайте посмотрим. Первая у нас. Сегодня день Ча-Ниан. Ча-Ниан решила выпасть мне абсолютно везде. Какая красивая тоже карта. Так. Вторая. У нас Джихио. Ах, прелестно. Очень прелестно. И третья. Мама. Мама. Тоже такая красивая. Ах, очень красивые карты. Не знаю. Может быть, попробую поменять кого-то на Дахион. Но вообще мой план попытаться поменять предзаказки на карты из вот этих версий. Потому что это сложно. Это Джуп решил нам задачу очень усложнить. Так. Они очень в шуршащих пакетиках. Давайте я открою. Да. Это впервые, когда Твай сделают немоверсии. Еще и аж три. И в каждой идет помимо сета карт одна рандомка. Что, конечно, не упрощает дело по сбору. Это у нас, да, вот такая коробочка, в принципе, похожая на то, что было у Stray Kids. И, да, но Stray Kids дали нам полный сет селфи-карт. Здесь Джуп не был так щедр. И у нас одна рандомная карта. Да, я не знаю. Я не хотела бы покупать больше этих сетов. Но смогу ли я собрать топ-3, я не уверена. Да, у нас тут вот такая групповая фоточка. И дальше, так, здесь у нас QR-код. Вот такой. Я почему-то до последнего думала, что это будут групповые карты. Но нет, это просто карты с логотипом. И здесь у нас вот такой милочный буклетик с названиями, с трек-листом. Здесь у нас сет-карт и рандомка. Так, давайте мы уберем пока рандомку и посмотрим на сет. Это уже чисто концепты. Абсолютно такие вырезанные фото из фотосета. Поэтому они мне нравятся меньше, чем предзаказки. Но, в общем-то, еще и частично они горизонтальные почему-то. В целом красиво. Пусть будут больше карт, не меньше. И да, групповой у нас нет. Также у нас есть инструкция ко всему этому делу. Такая штучка с текстами. И да, одна рандомная карта. Вот тут я очень волнуюсь, потому что, мне кажется, это будет сложно в споре. Поэтому буду очень рада, если кто-то из моих топ-3 сегодня поможет мне немного. Давайте смотреть. Тайхён. Тайхён, солнышко. Ах, Тайхён очень любит меня. Мне кажется, мы столько ее карт в следующий раз разложим. Спасибо большое. И такая красивая, да. Они, конечно, тоже по концептам не сильно отличаются. Наверное, самые интересные у нас во второй версии. Глоуинг. Там у нас сет с коронами. Но, в целом, да. Карты милые. Я бы хотела собрать их все. Вторая версия. Глоуинг. Вот такая у нас красивая тоже. Они, да, кстати, тоже на задниках соединяются. Составляя ту же самую фразу. Это очень мило. Прелестная деталь. Здесь-то у нас тоже общая фоточка. И принцип абсолютно такой же. Кредит. Так. Да. Карта с QR-кой. И сет наш карт. Везде есть кто-нибудь горизонтальный, я так понимаю. Мама. Сана. Ди-хо. Мина везде выделяется. Мина в этот раз решила, что она будет злодейкой. И будет выделяться во всех сетах. Да. И вот так у нас. Задники везде скучные. Задники вот это то, над чем они не поработали. Хотя обычно у твоих шикарные задники. Но не в этот раз, к сожалению. Инструкция. Тексты. В принципе, то же самое. Только в другой цветовой гамме. И карта с короной. Так. Важный момент. Джи-хо. Какая красивая. Вот этот сет, конечно. Были бы они в обычных главных версиях. Я бы, может, даже его собирала, а не сет в шапочках. Но вот этот сет, конечно, собрать будет очень сложно. Ну, какая шикарная Джи-хо. Очень красиво. Просто потрясающе. И внезапно наша последняя версия на сегодня. Это у нас Nemo-версия. Бласт. Оранжевенькая наша. Так. Они, кстати, да, тоже переливаются красиво. Да, они красивые. И здесь тоже переливаются. Сделаны Nemo-версии симпатично. Но, мне кажется, одной было бы вполне достаточно. Три это уже слишком. Я была бы рада, если была одна и в каком-нибудь отличном концепте. Это было бы идеально. Да. Так у нас выглядит внутренняя часть. Так. Кьюар-альбом. И наш последний сет в этой карте. Итого шесть сетов нам выдали. С этим альбомом. Что, конечно, шикарно. Это немного странная карта, по-моему. Зато вот эта шикарная поза. Как и вот эта. Мне кажется, вот этот сет мой любимый из трех. Вот именно в Nemo-версиях. Во-первых, нет горизонтальных. Во-вторых, они так красиво позируют. Да, мне не сомненно, но он нравится. Так, инструкция. Тексты. И последняя наша рандомка на сегодня. И это... Дайхён! Ну что за принцесса? Так, давайте я соберу все вместе и посчитаем, сколько дайхён нам сегодня выпало. Итак, вот так выглядит общий объем фотокарт, что мы сегодня с вами распаковали. И давайте я выделю оттуда рандомки. Вот так выглядит рандом сегодня мой. И да, как всегда, распаковывать твайс это жутко весело. Чей он сегодня моя героиня за карту в шапочке. Как и дайхён, в общем-то. Мне выпало, получается, раз, два, три, четыре, пять дайхён. Что прекрасно, потому что, да, у нас, в общем-то, это половина ее сета. И да, огромное-огромное вам спасибо, что присоединились сегодня ко мне к этой потрясающей распаковке. Спасибо большое за просмотр, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!